Всем-всем-всем добрый день! Мариночка, будешь здороваться? Молодец! Ребятки играют. Там Окся. Куры наши гуляют. Мы их выпустили. Привет, мама! Привет, привет! Молодец, дача! Да, крикливый ты у нас петух. Девочки гуляют. А муж мне достал трубы. Будет делать мне. Потом покажу, что он будет делать. А Ваня, видите, как игру придумал с трубами? Да, папа трубы достал, да? Ну, две достал трубы, я знаю. Сейчас будет резать. Что? Ну, а мы делаем окрошку уже второй день. Или третий уже даже подряд. Окрошку делаем. Дорогие друзья, я вам обещала показать, что у меня муж делал с трубами. Видите? Наверху сделала. Это я хочу вот на плечиках вешать курточки. Да что? И вот сделала мне вот такие вот полки. А дети тут уже себе койки сделали, да? Да. Пока мама не заняла все это, они койки себе сделали. Короче говоря, вот здесь вот стеллаж вот такой вот он мне сделал. Нет. Нет, ты что, холодно ночью здесь? Днем, пожалуйста, играйте. А трубу он мне сделал, видите? Это буду вешать эти курточки плечиками, палку сделает с двумя такими зубчиками и буду вешать туда. Удобно вот хранение курточек. А, да, там, там крапива висит. Ладно, играйте. Да. Волосы. Лохматые опять все стали. Мама, маленькая качель, накакала птичка. Да, птичка накакала. Ну вот, видишь, как. Ладно, вот такой вот у меня муж стеллаж сделал. И для детей радость тоже. Сделали окрошку. Девочки садятся кушать. Умылись все. Оксана лохматая, как всегда. С улицы пришла. Повесили мы. Вчера вот такие вот шторочки у нас висят. Теперь. И кушать, девочки. Приятного аппетита! Сейчас буду маленьких заводить, домой тоже кушать. У нас, ребята, вечер. И он, смотрите, что вытворяет. Тут дядя пришел. Я его показывать не буду. Он спрятался. За папу спрятался. Вот так вот. И он качает девчонок. Девчонки аж верещат. Сейчас остановиться долго не сможешь. Весело у них тут. Я говорю, кадры хорошие пропадают. Тут такая у них веселуха, пока мама дома с Ваней сидела. Всем добрый вечер. У нас уже, ребята, вечер. И у меня муж с детьми поехал кататься на великах. А я никуда не поехала. Ну, они поехали проводить у Владика брата, да, ребятенка там у него, да, родственников тут. И прокатиться на великах. Так как у нас великов на всех не хватает, я никуда не поехала. Я осталась дома прибираться. Тут свет немножко светит, поэтому как-то бы так сделать, чтобы оно сильно не светило. Но все равно получается светит. Поэтому так, спасибо всем, кто поддержал Светланку. Многие написали, что Настя, мне написали в личку даже, закажи кондитерские какие-то прибамбасы, чтобы делать всякие, как сказать, украшения, да, всякое такое. Чтобы ей легче было готовить, да, вот это, чтобы вот не отбить тягу ребенку тому, что она хочет выпекать. Я понемножку, мы по мере возможности покупаем все вот это. Но вот заказали мы на Алиэкспресс этот, как он называется, кондитерский мешок. Во, вместе с насадками. Там, по-моему, 10 или сколько насадок, я точно не помню. Вот Света сама выбирала, мы ей заказали. И там еще кое-какие штучки мы заказали ей обязательно для этого. Она у меня, знаете, что просит? Как же он называется? Короче, я не помню, как он. Наподобие миксера, но с чашей. Коктейли делать, вот такой высокий комбайн, короче, как-то все спуталось, да, как называется. Вот она его еще просит, и я вот думала, вот будет денежку, я куплю обязательно ей такую штуку, чтобы она могла делать. Вот сейчас она хочет летом делать, попробовать какие-нибудь коктейли интересные поделать на молоке, да. И вот обязательно ей куплю. А вот она говорит, мама, надо еще миксер, который взмешивает сам тесто, вот этот вот. У нас есть миксер, но он слабенький, старенький. Он тоже идет с чашей, но он такой, когда-то мне мужу, папу, ему за 1000 рублей вместе с чашей, с установкой, с этой все. Но он такой слабенький, ему уже, наверное, лет 10 этого миксера. Но он работает, пока она довольна. Но вот по мере возможности постараюсь все ей это купить. Спасибо вам за то, что вы много написали хороших комментариев ей. Она это все читает, она видит, она говорит, мама, обязательно сниму рецепт, тогда вот у нее не получилось, но обязательно заснимем. Поэтому огромное-огромное вам спасибо, дай бог вам здоровья за ваши комментарии. И всем хочу сказать на сегодняшний день, пока-пока. Света помыла голову и недовольная. Расскажи, чем ты недовольная. Фином. Что он? Потому что он из леса странные звуки. Ну, он уже старенький, он даже вон здесь, он, видите, весь как-то бы так. Ну-ка, подержи. Ржавый весь. Видите, ржавый весь. И недовольный ребенок. Что, нынче тебе придется фен покупать? Угу. Ну уж, терпи пока этим, потом купим. Дети растут, особенно девочки. У них стали потребности. То просят одно, то просят другое. Сейчас Света вот просит фен. Придется мне нынче зарплату получу купить фен. Ну, он у нас и правда уже. Ему, наверное, сколько лет? Света лет 10 больше. У нас все долго живет. Все древнее. Но ничего. Пока еще работает, значит, живет. Вот так вот. Сейчас Света волосы посушит, и я хочу сходить с ней в магазин, взять что-то. Что-то взять. Покушать. Огурцы закончились? Ребята огурчики просят. Я сегодня в огороде опять была, даже ногти некуда прибрать. Тут Оксана на поделочке висит, как видите. Вот такие вот дела. У меня сегодня муж скопал парник. Ура! И сейчас он опять уйдет на работу. Называемый отпуск. И все равно его вызывают на работу. Причем каждый день. Включай-включай. Суши волосы. Ладно, дорогие друзья. Вот такие вот у нас дни. Да, главное, нас не теряйте. Мы постараемся. Вот сейчас расхлебаемся с этими огородами. Немножко. И потом постараемся поснимать вам поинтереснее, что-нибудь повеселее. Дорогие друзья, мы со Светой сходили в магазин. Сейчас покажу, что купили. Я прям в кофту так быстренько накинула и пошла. Мы уже скоро на работу идти. А у нас скоро уже ужин будет. Надо чем-то кормить. Мы решили со Светой сделать из рыбной консервы салат. Ну и так что-нибудь посмотрим. Короче, что взяли? Взяли рыбный корм немножко. Это мы взяли для животных. Сейчас вот кормящей крысе надо по чуть-чуть давать его. Поэтому взяли. Мы берем вот такой вот пакетик. Нам хватает на год. Если не больше даже. А он у нас как раз закончился. Дальше взяли майонез. Будем со Светой салат делать, да, Светик? Так, тут Светик стоит. Потом, ой, взяли огурчики. Также дома закончился хлеб. Купили хлебушек. Две булки черного. Взяли творог. Творог с изюмом. Вот такой вот. Потом взяли лучок. Немножко. У меня есть свой, ребята. Не пишите мне постоянно. Но он маленький, тоненький. Поэтому я его не буду. И батон. Повесь пока. Там мой лежит. Потом возьму. Дальше. Также для салата взяли наш футорог. Кукуруза. Мне подписчица написала, что она очень вкусная. И да, мы попробовали. Вкус хороший, да, Светик? Нам понравилось. Поэтому она по цене недорогая. Будем покупать. Также взяли несколько бич-пакетов. Это у нас редкая покупка. И также взяли в этот раз колбаса докторская вареная. Вот такие вот все наши покупки. Сейчас мы будем готовить салат на ужин. У нас время уже вечер. Что-то у меня сегодня горлышко першит немножко. Но в целом, время вечер. Сейчас будем готовить салат. Все вы это увидите. Так что оставайтесь с нами. Другие друзья, сделала из рыбной консервы салат. Опять целый тазик. Да, вы мне рекомендовали рис брать для плова. Но он дорогой. Поэтому мы обычно рис делаем. И вот нынче консерва что-то не очень была. Мне не понравилось. Но вот такой вот салат получился у меня в целом. Если вам нравятся такие салаты, то не забывайте ставить пальчик вверх. Выключай. Спасибо.